В студии НОРТВ молодежные новости и я их ведущий Максим. И сегодня я расскажу вам о главных событиях минувшей недели. 7 февраля в пятницу в 4 часа в Нарвской художественной галерее открылось сразу две выставки под одним названием «Время танца». «Время танца» – выставка живописи, графики, скульптуры, фотографий и декоративно-прикладного искусства. На первой части выставки представлены работы из художественного собрания Нарвского музея конца 19 века. Вторая часть выставки состоит из лучших творческих работ детей-победителей международного детского конкурса по изобразительному искусству 2014 года. Выставка будет открыта до 31 марта. Подробнее о выставке рассказала руководитель программы, а также гид Елена Сахранова. Елена, скажите, из каких стран приехали участники выставки? Из Эстонии – это Нарва, Таллин, Кохлоярви, Ихови и Ахни, из Китая – город Пекин и провинция Хубей, из Польши – город Краков, Литвы – город Каунас, и из России – Комсомольск-на-Амуре, Пенза и Ивангород. А выставлено из 458 – 100 работ. Безумно трудно, потому что работы пришли очень интересные, и тема – это благодатное время танца. Поэтому выбрать среди них вот ту, даже не четвертую, а получается почти пятую часть, было очень сложно. Хотелось выставить все, но вы видите, и так у нас работы висят в три и в четыре яруса. Конечно, радуемся, а тем более радуемся, что география нашего конкурса стала такой широкой, и о Нарве, и о нашем международном конкурсе стало известно вот в стольких интересных странах. В субботу 8 февраля состоялась выставка памяти молодого фотографа Дмитрия Лунина. Подробности в репортаже. Всем привет, меня зовут Лиза, и это Новости НРТВ. Сейчас мы находимся в Нарском колледже Тартовского университета на выставке «Стоп-кадр» автора Дмитрия Лунина. Давайте посмотрим на его искусство. По словам организатора выставки Анны Бугаевой, выставка – это совместный труд друзей и родителей Дмитрия Лунина. Мы очень хотели, чтобы выставка состоялась и была жизнерадостной, такой, каким был наш Дима. Он был добрым человеком, хорошим другом и талантливым фотографом. К сожалению, до этого момента Димина фотографии могли видеть только его друзья в социальных сетях. Сейчас же ими может насладиться любой желающий. Также хотелось бы поблагодарить всех, кто помогал и поддерживал нас в период организации. Вот мы и увидели фотографии Дмитрия Лунина. На этом все, с вами была Лиза, до новых встреч! Это были молодежные новости, и я, Максим, прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова